короче сегодня у нас что второе на 2 декабря 30 ноября иван брательник умер умер и родился нажрался мухоморов и чё делаешь барыга ну-ка покажи что ты делаешь чуть в пакетике это ты чё а 5 ты охуел что ли ты чё наркоман что ли наркоман что ли а чё ты делаешь сколько там намерил 25 давай высохла ты ведь наркоман что ли хорош все хорош хорош все откладывается вот ванька решил нажраться мухоморов решил трепануть он будет теперь триппером с камер с камер с камер с камер с камер это ваня себе делает и пошел туда я был тоже с мухомором под мухомором и у меня где-то ну наверно у меня грамм 15 было в общем короче 10 я так сделал у меня сумма еще была это вот братан сидишь как наркологи сядь нормально короче мы время почти 15 минут как ваня принял сколько давай нормально 25 грамм 25 грамм красного с кефирчиком сому сделали сладенько вкусненько мы его не запаривали мы его просто тупо перемололи и размещили там запариться перед тем как это делать сделали прямо в яму прямо в яму паранояму чтобы да чтобы не обосраться да короче мы трепуем приготовил вещи запасные сразу у меня трусы приготовил полностью комплект трусы носки под штани так трусы одни или двое или сколько запасные у нас три три по значит трое трусов нет мы стирать будем пока не сохнут эти будешь носить ну все ладно машинка работает все завелись состояние спокойное отлично ну вот сейчас потихонечку начинает уже как будто бы чуть-чуть я себе тоже если 10 10 грамм состояние такое как будто бы начинает прижимать прижимать к земле я тоже уже прижимает сейчас сижу и спина тяжелая стала то есть какого-то такого эйфорического эффекта нету просто нету тут эйфории мухоморья не расслабило вот ваня 15 минут пока что еще как при но потихоньку помаленьку пока не могу ничего еще что-то добавить состояние мухомор весь купил нечем можно собрать конечно вырезать чё как ощущение прошло полчаса полчаса больше чуть-чуть легкое головокружение но такое как это расслабило вот такая желание прилечь и поспать я тогда глаза закрываешь ощущение у тебя начинаешь проваливаться руки немножко уже стали не свои то есть дело чувствуешь до тела чувствуешь но как будто бы будто бы она немножко иди отдельно это вот рука здесь а двигаешь ты вот здесь все хорошо и меня наслабучил вместе с ним и где-то часа через два когда мы прошло время накрывает нужно 20 через два часа я начал ваню будить будить его чтобы он начал просыпаться и пробуждаться вот и нам интересно послушать что он скажет свое оправдание на фига он вообще сделал ну да лучше бы не делал да не на самом деле как бы впечатления такие мы скажем так особен ничего особенного не особенного было там было много но как бы не было такого ощущения кайф и все что-то наоборот кайф отсутствует кайф нет там нету там кайф какого-то я вообще как бы не из этих людей не люблю вот такие измененные состояния сознания у меня в одни очень сильно разбивают скажем так ну потому что я не контролирую свой разум в этот момент ну чувствую было ты когда-то очнулся когда очнулся я понял что я на как будто вот такое состояние что я был между находился то в материальном мире то в астрале то в материальном то в астрале меня постоянно туда поначалу туда-сюда кидал потом как-то это все дело состояние стабилизировалась и я начал видеть начал видеть ну как у меня свое было видение что я видел это все как бы в золоте почему-то да 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 я ему говорю он все в золоте горюк какой те цвет раица говорит любой сейчас сделаем вид какой хочешь я бы я понять не могу почему все в золоте даже золотое то есть а можно было сделать любой цвет я видел что у него меняется цвет да то есть как бы мир материальный был снизу как ну то есть как бы был слой граница то есть мир астрал граница и снизу мир материальный был снизу материальном мире видно было людей тех кого хочешь увидеть их видишь и ты видишь их ну пусть это будет аура я видел их как как и волчки они крутятся и чем чище человек тем у него ярче свет то есть он то есть человек более материален материалист то он такого темного серого коричневого цвета но коричневого цвета человек уже как бы на границе между материальным процентов 70 материалист и процентов на 30 он более как духовно развивается ну или астрал пусть кому как удобно люди которые занимаются больше более духовной практиками то есть их видно то есть я не знал чем занимается человек но я решил посмотреть якобы вижу загадываю человек ну не загадываю я его этого человека хочу увидеть или он появляется да он то есть я появляюсь в той точке где находится человек и я вижу что это волчок и в зависимости от его духовного развития имеет то есть волчка есть размер и сияние то есть свет ну и когда ты пробудился и что ты делал ну кроме того что ты увидел уже потом это было уже через несколько минут после на сам пробудился самое интересное впечатление это было когда мы же не начать общаться не не в материальном по 50 50 50 процентов у нас было общение через через слова и 50 процентов это было общение в астрале скажем так ну то через тот мир через то есть слова даже по сути не нужны нужны просто образ да 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 то есть мы общались и образы это не визуализация это не визуализация это чисто межпространстве такая связь еду через образы и ваня я пытался к нему подключиться то есть чтобы пробудить и там тоже такая есть межпространственная связь определенная и он не может подключиться и его не отдергать туда-сюда то есть материальное духовное материальное духовно но духовная то относительно вот его туда-сюда 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 у меня то есть моё ощущение это было что он негас gear бан Rapid он пытается ко мне подключится или viens от вина gearikum не такой а я чувствую меня внутри то вот это подключение то есть ли как звонок такой как звонок телефон и то есть звонок ожидания а внутри у меня вот этот изморость такая когда подключение происходит я смотрел подключиться не может но он меня так это раздербанивать не то что неприятно я вижу что это бесполезно пока что то есть он еще не может подключиться но не ты все чувствуете ты видишь как он пытается все это делать самое интересное это было когда общение началось уже мы уже общались без слов то есть там было такое состояние мы вошли уже углублялись в более мелкие детали и подробности ну пусть это будет строение нашего мира духовного мира как и это видишь да 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 вот давай вот это сделаем давай так повернем посмотрим или вертели там там наворачивали заворачивает и вот это вот и самое что интересное видео ставлю я его выдернул то есть я увидел то есть я у меня включилась присутствие тотальное она ощущается но и так ощущается ну там прям конкретно подключаешься и я беру вот так вот его и как практически физически я беру вот это может сказать изма и вот это и выдергиваю и прям выдергиваю прям ощущаю что я могу выдернуть и выдергиваю он пытается уйти в это состояние поспать там еще что-то вот его клонит вот так вот я вот так что тормошу так по это полицу так шлёп 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 я бы не помню как потом у меня шлёпа вот этого ощущения не было а вот то что я глаза открыл этот я понимаю что я абсолютно трес и прям беру его так и выдергиваю и я понимаю где он такой опа я говорю что это все ну как бы я такой но я вижу что я я здесь ну грубо говоря в комнате в том раз я перешел через границу 5 комнату перешел через границу в комнату пришел через границу вот и как бы ну такое но по ощущениям то есть всем кто там считает что там но это какие-то наркотические вещества ну ребят ну как бы мой совет я какой человек я все анализирую как бы просто у меня сфера деятельности такая что постоянно аналитика идет со всех сторон с техникой работать я как бы проанализировал это все эти состояния ну к этому надо готовиться то есть это не просто так звук ты барахты если ты не готов уничтожить свою жизнь да потому что там четкая приходит информация что ты же узнаешь определенную информацию и выдаешь все да ты узнаешь все ты понимаешь что тебе этого знать не надо было и ты думаешь блин ну я же так хотел это забыть теперь придется обнулиться и самое что интересное если ты обосрешься и тебя от раздербанит тебя разберет если ты еще раз так не сделать что то есть не вернешься следующий то есть почему надо сделать три таких вот погружения подряд в день надо делать тебя разберет первый раз и потом ты будешь и там и здесь ты будешь вот так вот маяться туда-сюда 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 и ум будет тебе еще продолжать дрючить мозг да то есть как бы если будешь он тебе вот я вижу да он уйдет прямо и скрипит умом те впечатления я пытаюсь с ним связаться а он не связывает с тех впечатлений и он не он меня не слышит вот мы идем молча да там горы я ему говорю он не слышит я пытаюсь его вызвать я пытаюсь и такой связью и такой связью с вызвать он не вызывается потому что уму ум забит потому что он разобрался и не собрался но есть одно но после того как ты выходишь из этого состояния у тебя идет переоценка ценности в жизни потому что вся твоя жизнь была ты понимаешь что ты находился в каких-то сомнениях каких-то там ну короче ебля ума называется это называется все еб ебля ума да тут ты понимаешь что то есть если ты шел в каком-то сомнительном направлении для себя которые все почти было до было вся твоя жизнь ты начинаешь понимать что вот тебе надо идти вот туда и вот так что ты хочешь во первых что ты хочешь своей жизни какой ты хочешь достигнуть цели какого уровня развития в духовной и либо материальной сфере ты хочешь пожить там знаю там кайфануть от жизни то есть ну у меня лично я увидел что мне надо сейчас начнем да ну сейчас у него еще ум работал у меня сейчас потому что у него сейчас он раздербанился он говорит все я все познал я познал да больше про все пространство я познал бога я познал и все но самое что интересное каждый человек который со мной будет происходить проходить да он каждый раз после первого раза будет делать вот так вот я есть все я все познал мне больше ничего не надо но когда все это закончится и будешь разобран так что тебя как шалтай болтай хуй соберешь и тебя разберет поэтому нужен второй день нужен третий день на второй день тебя стабилизирует ум отключится на третий день ну ты полностью соберешься стабилизирует полностью самое интересное как бы одно из моих наблюдений сразу предупреждаю если у вас в жизни какие-то были там знакомые связи или что-то такое что вас напрягало она разрушится просто даже вплоть до того что может быть даже близкие и родственники могут от вас они на они даже они даже просто на внутренних ощущениях когда в этот момент он умирает в этот момент реально и не потеряю потому что он пропадает из поля из поля материальности он берет и вылетает у меня была куча пропущенных звонков до телефоне именно выключали телефон на и телефоны именно в этот момент в момент когда но не знают как пробуждение называется это называется пробуждением да то есть в этот момент именно в этот момент до было очень много пропущенных звуков от всех вани я еще дал просветление на какой-то период то есть оно было и ему еще показал любовь и он это все забудется. Это всегда так забывается. И его нужно прорабатывать. То есть ты должен в это состояние нырять, нырять, нырять. Потому что если ты это дело забросишь, ты просто уснешь. Потому что все забывается. Ты просто уснешь. И ты будешь помнить, что ты нырнул туда и потом эту свою возможность просрал. И не пошел дальше. И ты будешь страдать всю жизнь. И мы видели такие люди, которые в интернете. Я создал землю. Он увидел и все. А что ты ее создал-то? Да, все люди, которые пробуждаются, они ощущают, что они боги. Но потому что они и есть часть Творца. И они все считают себя богами. А ты соберись после этого. Для чего нужно собраться? Чтобы ты мог в духовном мире и в этом мире существовать... Как сказать? В идее, что ли? Да, то есть ты должен быть идеальной там и здесь. То есть ты должен собраться, чтобы твой мир был духовно-материальным. Ты и там, и здесь. Если ты останешься там, ты просрешь вот эту жизнь. Ты не будешь ни там жить, ни здесь не будешь жить. Если ты останешься здесь, в материальном мире, то ты будешь помнить, что ты туда нырнул и что здесь все не так. Поэтому тебе нужно вот это вот так вот здесь вот так вот сделать. И когда ты вот это сделаешь, ты будешь счастливым. Здесь, в этой жизни. И ты не захочешь ее просирать. И ты будешь здесь кайфовать по полной программе. Да, начинаешь ценить жизнь. Потому что другой жизни нет. Да, ты смотришь. Она только здесь. Да, ты понимаешь, что там... А здесь, на самом деле, вот эти планеты, вот эти планеты, да, и где-то там планеты, там нематериальные планеты, они кайфовые. Это планеты для кайфа. Они сверху туда. Творец сюда спускается в виде нас. И он здесь кайфует. Ну, сейчас она очень сильно похожа на чистилище. Но здесь тоже можно кайфовать. Да, но это все, как говорится, вся жизнь в ваших руках. Все, что не делается... Я понял одно, что все, что не делается на нашей планете, пусть это будет в нашем мире, что ли. Это так надо. Нету ни плохого, ни хорошего. Нету там ни эксплуатации, ничего. Каждый живет и выполняет свою роль, как пчела в Ульге. Но ты должен быть готов к тому, что ты увидишь полный пиздец. Может быть даже быть такое... То, что я описал вселенной, это еще детский лепет. Потому что потом ты увидишь пространственные, временные точки и линии. Точки, линии. Что там у нас еще? Веера. Плоскости и всякую хрень. И ты охренеешь, как эта жизнь зацикливается, и они мимо тебя такие... А ты в одном месте стоишь. А они мелькают, 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 мелькают. И ты... Вот то, что я видел, например, вселенную, она вот такая. Она вот такая. Маленькая. Много... Это не вселенная, это множество вселенной. Это детский лепет. И когда тебя разорвет, если ты вот это вот увидишь, и тебя вот так вот разорвет, твоя жизнь потеряет смысл внутренний. Поэтому тебя нужно собрать после этого. И ты должен в этой жизни закрепиться. Здесь и сейчас. Вот так вот. Так что не думайте, что вы туда нырнете, и будете кайфовать, и все узнаешь, еще что-то. Нет, кайфа там нет. Надо знать, что-то. И, ребята, мать-мачу, проводники нужны. Обязательно. Готовиться надо. Хотя бы чтобы за вам смотрели. Без проводников вот ищите нормальных проводников. Не которые вам жопу подтирают, которые за тобой блевотину вывозят. Нет. А именно тот, который будет параллельно с мани. А нужен проводник, который войдет рядом с тобой, и он тебя проведет. Конкретно, блин, проведет. Вытащит. Вытащит. Он тебя вытащит. Я вытаскивал его из мани. Я прям брал вот так вот и вытаскивал его. Прям брал материальное тело, отделял. Вот так вот. Поэтому ищите проводников. Я этим буду заниматься, но еще пока нет. Я знаю когда, но не скажу когда. Когда буду, тогда буду. Будьте внимательны и осторожны. Будьте внимательны и осторожны. Не просирайте жизнь. Потому что, когда ты туда попадаешь, вам предлагают закончить ее. Во-первых, тебе предлагают всякие сущности. Они предлагают тебе сдохнуть, вселиться куда-то, в кого-то, в родственников, помогать им, еще что-то. Это все пиздеж. И, то есть, твою жизнь не должна быть просрана. Ты должен вернуться в это тело. И люди видят вот эти бесконечности. Они видят вот эти веера, веера времени, веера пространства. И это, это же скач на самом деле. То есть, это очень тяжело переварить. Чем-то напоминает фильм Доктор Стрэндж. Так что так вот. И как бы встреча Доктора Стрэнджа с Дормаму. Вот, оно очень сильно похоже. Но там оно более, более объемно и более структурно. Да. Ну, короче, все понятно. Все внимательны будьте. Не делайте глупости. Это жизнь, это жизнь сейчас важна. Очень сильно важно. Это не шутка. Сюда хрен попадешь. На землю. А там вы будете об этом сожалеть. Да. Все пока. Это сто процентов. Треповать. Ваня у нас трепует первый раз. Это мой первый проход. Проводка человека. То есть, я что-то... Мне вообще-то пять грамм говорилось, да? Меня что-то жахнул. Хорошо так. Ну, ладно. Нормально. Вот, меня накрывает. Меня накрывает. Прямо грамм двадцать. У меня такое ощущение, что я грамм двадцать долбанул, да? Вот. Почему еще такое? Потому что... Там у меня сейчас еще это стягает тело. Прям стягает. Ну, я все в контроле. Я абсолютно в осознанности. Абсолютная тишина. Абсолютный контроль всего. Хорошо. Даже могу поспать сейчас. Немножко киморнуть. Будет тотальное подключение. Вот так вот. Хорошо так. Тело прям вот в конвульсе стягает. Вот. Хорошо. Запомните, это не кайф. Нету там кайфа. Кайфа там никакого никогда не присутствует. Тебе это будет так стягать. Ты просто будешь охуевать. Как стягает. Здесь кайфа нету. Вот почему, например, допустим, я сейчас свободно говорю. А тело вот у меня вот. Тело вот у меня все в весь этих таких импульсах. Прям весь такой в импульсах. Это идет подключение тотальное. То есть я подключаюсь наверх. Наверх подключаюсь. Оно отличается, подключение, от того, которое ты подключаешься без трипа. Очень сильно отличается. Все, видишь, я подключился. Но спать не пришлось, да? Без сна, короче, подключился. Пришлось так. Ну вот. Вот он я в полном подключении к Творцу. Вот так подключился. Вот говорю, ровно два часа, короче, у меня. Да, ровно два часа. И подключаемся. Ванечка. А, Ванечка. Ты мой хорошенький. Ванечка. Вань. Да ты мой хорошенький. Привет, мой хорошенький. Смотри, я тебя вижу. Смотри. Смотри, мой хороший. Иди ко мне. Иди ко мне, мой мальчик. Иди ко мне, мой маленький. Иди сюда. Ванечка, смотри. Смотри на меня. Я тут. Ванька. Ванечка. Стоит. А я его вижу, представляешь. Что, мне пять грамм хватит? О, мне пять грамм хватит. Все еще раз пять грамм использовать, да? Завтра. Угу. Без микродозинга. Да. Ванечка. Ну, давай, 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 давай. Давай, заканчивай свои круги. Круги наматывать заканчивай. Все, 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 все. Давай, быстро заканчивай. Смотри, я тут уже. Ты видишь? Меня видишь? А, Вань. Ваня. Я тут. Ваня. Ваня, ты тетю Иру-то хочешь посмотреть? А? Ай да, тетю Иру покажу. Пойдем покажу тебе тетю Иру. Ваня. Вань. Ага. Тетя Ира обрадуется. Представляешь? Ваня. Вань. Да. Тетя Ира обрадуется. Представляешь? Тебя увидит и обрадуется. Хочешь видеть? Угу. Иди сюда. Иди ко мне, маленький. Иди, мой хороший. Ай да. Ай да, мой мальчик. Ай да. Тетя Ира тебе покажем. Да я ее знаю. Да я ее знаю. Видишь ее? Угу. Иди ее. Иди ко мне. Иди. Иди обниму ее. Тетя Иру, нашу девочку. Ай да, обниму ее. Идалеко. Иди ко мне. Иди ко мне. Я стою рядом с ней. Девочка, иди сюда. Иди ко мне. Иди ко мне. Иди. Иди ко мне, Вань. Иди, мой хороший. Я тут. Смотри. Вот она. Вот она, Вань. Нет, я еще виделись. Смотри. Ты видишь меня? Да. Вот он я. Смотри. Ну как? Видишь? Не можешь? Угу. Тяжело? Просто качаю. Попробуй. Не могу усоединиться. Я вижу. Я вижу, что ты не можешь. Тяжело, да? Да. Тетю Иру видишь, пока она стоит? Да. Нет, она у меня с другой стороны. Давай сюда ее. Правильно. Тетю Иру, смотри на него. Блин. Все просто. Угу? Ну, че? Прикольно. Прикинь пробуждение, Ваня. Вот оно. Представляешь? Ржака, да? Угу. А я, вот, еще и снимаю. Представляешь, я вообще охуевая, да? Я, кстати, для Оли видео снял, для мамы. Чтоб мама охудела. Ё-ху-ля. Мам-мам. Так это, получается, вот так, что ли? Получается, вот так что ли? Ты просто отваливаешься и все. Я тут есть. Понятно, я понял, я чувствую. Я чувствую, как оно шевелится. Тело. А чувствуешь мою любовь? Да. А? Вода. Чувствуешь? Моя любовь чувствуешь? Да. Я тебе такую хотел показать. Помнишь, в твоем, когда... Это не тошнит, укачивается. Когда первый раз мы с тобой, помнишь? Вот. Тошнит? Вон видео у нас есть. Да нет, мне надо полежать. Ложись, полежать. Чего? Ну, у меня жена, стебляр, наоборот такой. Ну, полежи, полежи. Бля, нихуя себе, призма какая. Ну, пиздец, да? Ну, это что, вот так вот? Хуеть, да? А мы потом сольемся. Ну, раз и все. Да. У меня картинки четкой нет. Ну, а тетю Иру видишь? Ну, она такая же тоже, она... Да. Да, она со мной. Я ее, я ее отправил на... Ироген, знаешь? Да. Я чувствую, как... Смотри, она на хороших райских планетах. Два раза еще переродится, и она уйдет выше, все. Она на земле не будет, она будет свыше. А цвета где? Причем все в золоте? Все хорошо. У меня не в золоте, у меня все хорошо и всегда. в любых цветах. Какой цвет хочешь? Ох, ты не можешь соединиться. У меня прям канал с тобой не укладывается. Я туда? Сюда? Да я вижу, туда-сюда. Ты меня дерманишь. Сейчас меня тошнит, потому что ум меня... Да я вижу, ты меня это сейчас туда-сюда. Это нутан. Давай это. Давай поспи немножко еще. Меня ум сейчас отвлекает то, что... Да, вот поспи еще немножко, хорошо? Давай поспи. Закрой глаза и поспи. Маску на тени, а? Она не мешает. Угу. Ты меня сейчас дербанишь. Перестань меня дербанить. Давай. Отстань немножко. Ты сейчас пытаешься со соединиться, а со соединиться не можешь. Давай. Я жду контакта. Какой контакт? Полежи немножко, поддыхай давай. Вот так вот мы и будем пробуждать людей. Да, прикольно. Прикинь мать. Делов-то. Делов-то, да. Делов-то, да. Потому что кто я? Здесь я. Кто я? Страшное слово? Нет. А какого? Еще? Я здесь всё лично. Что нам нужно сделать? Пробудить. Пробудить. Бляй, ни-хуя. Страшно? нет ты тирбанишь меня любит кариман да подожди ты я же настраивается я вижу ты настраиваешься я моргаю и происходит банька да я вижу блин сейчас смотреть если глаза перестану дергать давай быстрее Вот он пытается подключиться ко мне, и когда ты подключаешься, оно как изморозь, такая легкая изморозь, это любые подключения, межзвездные, межконтактные, короче, по всей вселенной. Через, как я творцу, например, подключаюсь, оно чуть-чуть по-другому, чуть-чуть по-другому, но примерно так же, то есть ты подключаешься вот через это вот как изморозь, вот эту, да, Ваня? Что? Давай не говори? Нет, все нормально, говори, я к тебе подошел, давай, выделывай.